Дихотомический метод И зоологические определители Ознакомитесь с определителем с дихотомическими ключами, в которых определены противоположные признаки теза и антитеза, а также научитесь определять растения и животных по определителям Мы продолжаем с вами рассматривать многообразие органического мира В настоящее время обнаружены и описаны приблизительно 500 тысяч видов растений, более полутора миллиона видов животных, сотни тысяч грибов, более трех тысяч бактерий и свыше одной тысячи вирусов Мы рассмотрим категории систематики растений и животных Некоторые виды живых организмов можно рассмотреть по цветным рисункам Например, наиболее ярко окрашены такие виды бабочек, как парусники Основными представителями которых являются махаон и аполлон Но по рисункам не всегда можно определить, к какому виду относятся растения или животные Для того, чтобы узнать, к какому именно виду относится интересующий вас объект, необходимо научиться пользоваться специальными определителями Сейчас существует огромнейшее количество иллюстрированных определителей и атлас-определителей, с помощью которых вы можете определить тот или иной вид растений или животного Самым простым методом считаются дихотомические ключи Впервые дихотомические ключи были предложены в XIX веке Жан-Батистом Ламарком Они используются до сих пор Что такое дихотомический ключ? Это таблица для определения растений и животных, состоящая из ступеней, в которых противопоставлены определенные признаки С помощью дихотомических ключей можно определить конкретно, какой род или вид организмов находится перед исследователем Дихотомический ключ имеет две ступени То есть он постоянно делится на две части Описание признаков в каждой ступени полностью исключает друг друга Пользуясь такими ключами, исследователь постоянно имеет перед собой только два набора признаков Утверждение теза и отрицание антитеза В тезе и антитезе приводятся наиболее характерные признаки каждой ступени Теза обозначается порядковым номером с левой стороны Один, два и так далее Антитеза обозначается такими знаками, как плюс, минус или ноль Каждая теза и антитеза заканчивается цифрой, отсылающей к другой ступени, если этот признак подходит или заканчивается названием вида на русском и латинском языках Перед нами две фотографии с изображением растений Давайте попробуем определить Это фотографии одного растения или это два растения, похожих друг на друга? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно обратиться к ботаническому определителю Давайте определим изображение под номером один Обратите внимание на растение Стебель прямой Это верно Поэтому переходим к следующей ступени Лист овальной формы Это тоже верно Описание к нам подходит Значит, данное растение это частуха подорожниковая Для определения растения под номером два мы обратно с вами возвращаемся к первой ступени Стебель прямой Правильно А вот признак под номером два, лист овальной формы, не подходит к описанию данного растения Поэтому мы с вами переходим к антитезе Лист узколанцетный Поэтому данное растение будет называться частуха ланцетная Частуха подорожниковая и частуха ланцетная это растения одного рода Дехотомические ключи в зоологии устроены таким образом Что в первой ступени под номером один имеется лишь теза Номер антитезы, на который необходимо перейти, если указанные в тезе признаки не подходят Указываем в скобках сразу после номера тезы В случае, если описание, приведенное в тезе, подходит к изучаемому объекту Переходить нужно к следующему номеру тезы Когда в конце тезы или антитезы стоит номер страницы или название систематической категории Означает, что определение нужно продолжить на указанной ссылкой месте Очень часто лягушку путают с жабой А вот зоологическим определителем эту путаницу можно избежать Определим земноводное на рисунке под номером один Дехотомический ключ зоологического определителя содержит первый признак Форма головы заостренная Это верно, значит, переходим к следующей ступени Конечности длинные, передвигаются прыжками Это утверждение тоже верное Кожа влажная, гладкая, значит, земноводная под номером один Это лягушка Рассмотрим земноводное на рисунке под номером два Форма головы заостренная Это утверждение неверное Поэтому нам необходимо перейти к антитезе под цифрой пять Форма головы округлая Правильно Переходим к следующей антитезе под номером шесть Конечности короткие, в основном ходит Верно Кожа сухая, бородавчатая Значит, на фотографии под номером два земноводная жаба Предлагаю вам выполнить задания, которые помогут закрепить знания темы сегодняшнего урока Попробуем поработать с определителями растений и животных Задание первое Используя дихотомический ключ, определите животное, обозначенное цифрой четыре Предлагаю вашему вниманию правильный ответ Нет Имеется раковина? Нет Обитает в море? Нет У животного под номером четыре есть мускульная нога? Нет Имеются крылья? Нет Имеет восемь ног Да Значит, животное под номером четыре – это паук Задание второе Из представленного списка признаков подберите к тезе антитезу Правильный ответ Если признак содержит описание стебля, значит нужно выбирать признаки, характеризующие стебель растения Первая теза Стебли в основании с клубневидным утолщением К нему будет антитеза Стебли ползучие, распростертые и в узлах укореняющиеся Вторая теза Листья тройчатосложные К ней даны три антитезы Листья рассеченные на пять долей Все листья цельные Листья тройчато надрезанные Третья теза Плоды с шипиками К ней даны две антитезы Плоды с бугорками Плоды голые Задание третье Посредством применения тезы и антитезы Определите вид капусты, изображенный на слайде Правильный ответ Первая теза Цветки желтого цвета Верно Значит, переходим к следующей ступени Плод внутри стручок без длинной тонкой перегородки Это утверждение неверное Поэтому мы с вами переходим к антитезе Плод внутри стручок с длинной тонкой перегородкой Представитель, изображенный на слайде Это белая капуста Из семейства крестоцветных Или по-другому их называют капустные Давайте подведем итоги урока Сегодня вы узнали, что такое ботанические и зоологические определители Ознакомились с определителем с дихотомическими ключами В которых указаны противоположные признаки Теза и антитеза А также научились определять растения и животные по определителям На этом наш урок завершен До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok